Мир людей с расстройством аутистического спектра особенный. До сих пор ведутся споры о том, заболевание ли это и когда его можно диагностировать. Причем у родителей детей аутистов уже вопросы иного рода. Как обучить и налаживать коммуникацию между ребенком и педагогом. Это и обсудили за круглым столом в 279-й школе Гаджиева. Изменения в поведении и речи Елизавета заметила у своего ребенка после прививки. Но до трех лет диагностику начинать было рано. Такой точки зрения придерживаются врачи, не торопясь ставить диагноз, связанный с расстройствами аутистического спектра. В Гаджиево на сегодняшний день сформирована целая детсадовская группа из деток с подтвержденной инвалидностью. Психиатр сказал, представьте, что вы в стеклянном доме со звуконепроницаемыми стенами. Вы видите все, что происходит вокруг, но вас никто не слышит и никто не понимает. Аутизм это особый мир и к нему нужно и важно относиться с терпением и пониманием. Совсем скоро у ребят спецгруппы наступит момент, который даже для обычного ребенка считается сложным периодом – поступление в школу. И уже сейчас мамы и папы обеспокоены этим вопросом. Для таких детей нужны особенные условия. Плюс эти условия непременно, в первую очередь, будут направлены на развитие взаимодействия и коммуникации детей и педагогов с детьми. Все эти опасения, возможности и методики работы с детьми сразу обсудили специалисты, руководители образовательных учреждений, психологи и родители. Успешный опыт работы с детьми с аутизмом, например, имеется у Мурманской школы номер 56. Не говорить – это не значит не понимать и не выражать желания. Это колоссальная работа, которая должна проводиться. И если ваш ребенок еще не говорит, мы можем альтернативно ему ввести какую-то коммуникацию, и он начнет говорить посредством этого. Отметим, что круглый стол был организован на базе 279-й школы города Гаджиева, региональной площадки Всероссийской недели информирования об аутизме.